В Одинцовском округе резко увеличилось количество госпитализаций заболевших коронавирусом. На сегодня в муниципалитете развернуто 1060 коек, 49 реанимационных. Это наибольшее количество по региону. На лечении находится 890 пациентов, треть из которых – жители округа. Рассматривается вопрос о повторном открытии стационара на базе парка «Патриот». Статистика уже наглядно показывает, что четвертая волна пандемии уже здесь. И мы ежедневно фиксируем не менее 100 новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 19 октября в Одинцовском округе зафиксировали антирекорд – 430 выявленных случаев заболевания. Для диагностики коронавирусной инфекции в Одинцовской областной больнице есть 4 аппарата КТ. Два из них работают круглосуточно. Дефицита кадров и медикаментов нет. В плане лечения у нас есть биология, у нас есть Актемра, Илсира, Артлегия. То есть все необходимые для лечения препараты. Есть антибиотики в большом количестве, в достаточном количестве на момент лечения. Рассудный материал есть контр для ЭВЛ, для ЭКМО. То есть все у нас наличие есть. По аппаратам ЭВЛ у нас нет дефицита. У нас порядка 60 аппаратов находится сейчас на балансе больницы. И только из них 49, соответственно, задействованы на настоящий момент. Будет необходимость, мы еще, соответственно, аппараты доставим. На территории округа работает 16 прививочных пунктов. Вакцина, уверяют медики, имеется в достаточном количестве. Что касается вакцинации, то на настоящий момент нами привиты уже первые дозы вакцины 165 323 человека жителей городского округа. Полную вакцинацию завершили 158 739 человек. Сейчас мы видим резкий рост опять активности по вакцинации. Открываем дополнительные кабинеты. За вчера привили, получается, порядка 600 человек первой дозой. И сделали для вакцинации 100 человек вторым компонентом. С начала пандемии на территории округа зарегистрировано порядка 28 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора следят за соблюдением всех карантинных мер. Также проводится контроль предоставления информации о прибывающих на территорию России гражданах. На сегодняшний день на территорию Одинцовского городского округа прибыло 68 123 человека. В отношении лиц, допустивших нарушение требований законодательства по прибытию, составлено 87 протоколов. Направлено на рассмотрение в суд по статье 6.3 части 2 Кодекса административных правонарушений Московской области. Вынесено решение о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 90 тысяч. При этом специалисты Роспотребнадзора отмечают, что необходимо усилить межведомственный контроль в отношении соблюдения противоэпидемиологических мер в общественных местах. Очень много обращений поступает к нам от граждан о отсутствии ношения масок в транспорте. То есть люди уже как-то расслабились к настоящему этапу. Наверное, нам нужно усилиться в таких направлениях, где самое большое скопление населения. По территории округа проходит 130 автобусных маршрутов. На линии работает 400 транспортных средств. Обслуживают маршруты 11 перевозчиков. Со всеми проведен подробный инструктаж. Все водители обеспечены дезинфицирующими средствами, салфетками, одноразовыми масками в салонах автобусах ограниченное расстояние. В еженедельном режиме сотрудники контрольных органов и администрации проверяют салоны транспортных средств автобусов на наличие грязи и чистоту обработку дезинфицирующими средствами. Контролирующие органы выписывают соответствующие травмы, предупреждения водителям, так и юридическим лицам. Глава округа поручил усилить все антиковидные меры и сделать более жестким контроль за их соблюдением. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.